И еще об одном событии, которое наша редакция, конечно же, не могла обойти стороной, это прозвеневшие по всей стране школьные звонки. Для одних детей первые в их жизни, для других очередные. Первое сентября, день знаний. И фотография, облетевшая многие новостные ленты и паблики, став вирусным в сети. Малыш отдыхает в тенечке во время торжественной линейки. И звездой ковровой дорожки оказался Жанасыл, ему 4 года. Живет он в селе Мкараузень, западноказахстанской области. На день знаний мальчик пришел со своими старшими братьями и сестрами. А им, в отличие от младшего, теперь никак не до отдыха. 3,5 миллиона детей пошли в этом году в казахстанские школы. Учиться они будут по новым правилам. Самые обсуждаемые в социальных сетях новшества продления учебного года и поэтапное введение языков в начальных классах Кунсая Курмет разбиралось, как отразятся нововведения на уровне образования наших детей. 400 тысяч таких красивых и воодушевленных вчерашних дошколят по всей стране в День знаний стали школьниками и вступили в новый серьезный этап своей жизни. Бантики, красочные букеты и слезы родителей – первая линейка для многих проходила традиционно, но не для всех. В Павлодарской области несколько школ провели свои линейки не в школе, как положено, а во дворцах культуры. Все потому, что инвесторы, которые должны были построить или провести капитальный ремонт в школах, не сдержали своего обещания. Одна из таких школ находится в селе Сарышаганах, где учебное заведение на 98 детей подготовить просто не успели. До конца месяца мы завершим ремонт в школе села Сарышаганах. Прилагаем все силы и возможности. Обещаем, что скоро дети вернутся в школу. Здесь 43 года не проводили ремонт. Наша задача – быстрее привести в порядок школьные кабинеты и столовую, чтобы дети могли учиться. А это уже школа села Кемертоган в Алматинской области, где в первый раз в первый класс пришли 600 детей, из-за чего пришлось открыть сразу 22 класса. В школе появился даже первый «ы». Учебное заведение рассчитано на 1200 ученических мест. По факту здесь теперь будут обучаться порядка 5000. Учиться дети будут вынуждены в три смены, несмотря на то, что трехсменку пытаются искоренить уже несколько лет. У меня один ребенок идет в школу в 7 утра, другой идет к 11.30, у третьего занятия начинаются в 16.00. Их приходится возить целый день. Руководство школы не может отказать в приеме детей, поскольку другой школы здесь нет, а детям нужно получать знания. Впрочем, о перегруженности этой школы знают все. От Акима области до чиновников местного департамента образования. Но уже пятый год насущная проблема жителей села так и не находит своего решения. Такая же история происходит и в столичном лицее номер 79. Праздничная линейка здесь прошла только для учеников первых и одиннадцатых классов. Все потому, что уместить 4000 детей даже во дворе школы при всем желании не смогли. Переполнили на школу, здесь обязательно, на этот район надо еще две школы, потому что в Сат-Сити здесь уже 3000 жителей, это один микрорайон целый. Максимум, я считаю, что для первого класса 25 это максимум. В каждом классе по 37 учеников. Есть классы ЛМ. В таких условиях невозможно уделять внимание каждому ребенку. И о каком качественном образовании может идти речь. В прошлом году профильное ведомство обещало сдать в эксплуатацию к первому сентября по всей стране чуть больше 230 новых школ. А вместо этого свои двери для детей в новом учебном году открыли всего 80. Причин много. Есть задачи, есть пути решения. Вопрос стоит остро, но каждый раз появляются отговорки о нехватке финансирования, бюрократии. И народ слышит только обещания. Такого не должно быть. Мы должны решить проблему с дефицитом школ здесь и сейчас. Символично, что именно в День знаний президент в своем послании народу поставил задачу до 2025 года обеспечить 800 тысяч детей комфортными и современными учебными заведениями. Для того, чтобы навсегда избавиться от трехсменных школ, которых по стране насчитывается порядка 130. Решать эти проблемы будет новое Министерство просвещения. Его чиновники, кстати, подготовили очередной пакет реформ в среднем образовании. Пожалуй, главной из них стало сокращение каникулярного времени. Отныне учащиеся первых классов будут учиться 35 недель вместо 34. А ученики со второго по одиннадцатые классы на две недели больше. Увеличение продолжительности учебного года позволит снизить нагрузку на учащихся, позволит дополнительно выделить время на изучение сложных тем, на повторение изученного материала. И высвобождается субботний день для дополнительных занятий с обучающимися. И возможность у большинства школ перейти на пятидневную форму обучения. Безусловно, перейти на пятидневку получится не у всех. Школы с трехсменным обучением останутся на шестидневке. Кроме этого, еще одним наиболее обсуждаемым изменением стало поэтапное введение языков в начальных классах. То есть, если раньше первоклассники учили сразу три языка, то теперь в первом классе остается только язык обучения, а во втором классе добавляется либо русский язык, либо казахский. И уже в третьем – английский. Я, как учитель английского языка, изначально была против того, чтобы языки вводили с первого класса. Потому как ребенок, который только пошел в школу, должен сперва освоить свой родной язык. И уже имея базу, легче учить другие языки. В целом, человек может выучить иностранный язык в любом возрасте. Главное – желание. Поэтому это решение министерства было очень правильным. Когда вырастно, хочу быть обычным человеком. Хорошим человеком? А каким? Обычным. Просто обычным. Кроме этого, в школах вводится курс глобальной компетенции, что, по мнению Министерства просвещения, в будущем поможет детям определиться с профессией. Это новшество коснется учащихся с пятого по одиннадцатые классы. А вести эти курсы будут учителя, которые должны пройти двухнедельные курсы повышения квалификации. Впрочем, с таким подходом к профориентации согласны не все. Возникает вопрос к профессиональным навыкам учителей, которые будут вести эти курсы. Ведь специалист должен быть психологом, экономистом и должен знать все мировые тенденции. По моему мнению, сами специалисты должны обучиться глобальным компетенциям в университете как минимум два года. А если двухнедельные курсы такие эффективные, почему все учителя, пройдя такие курсы, не преподают обычные предметы в школах? Как бы ни было, сама профориентация и внедрение курса глобальной компетенции – процессы важные и необходимые. Они практикуются в развитых странах мира, подчеркивают эксперты. Например, в США с 1981 года в школах функционирует консультативная служба «Гайденс», где работают дипломированные специалисты в области профконсультирования с опытом работы от двух до пяти лет. По такому же принципу детей ориентируют и во Франции, Великобритании и Швеции. Поэтому специалисты считают, что изобретать велосипед не нужно. Когда в учебную программу добавляется какой-либо предмет, я всегда задаюсь вопросом. Есть ли у нас 7 тысяч специалистов? Что бы хватило на 7 тысяч школ по всей стране? А у нас их нет. В первую очередь нужно подготовить специалистов, а потом уже внедрять такие программы. Каждый год в сфере образования происходят те или иные изменения. Если одни из них реализуются успешно, то часть, как показывает практика, остается только на бумаге. И в таких случаях важно понимать, что любая реформа напрямую влияет на жизнь больше 3,5 миллионов школьников, их родителей, не говоря уже об учителях. Кунсия Курмет, Аманжол Байгазин, Дархан Кунтуф, Жетікүн.